Добрый день! Откуда вы что-то заболели? Я все время болею. А что так? Так. Грехи. Так, вот это пока тот включает. А я вам не могу никак по почте с вами списаться. Ну, по почте... По почте не могу. Знаете, это долго там писать и времени нет. Легче переговорить. А, ну давайте тогда. Так, я сразу... Вы же вопрос мой поняли. Так, сейчас, подождите. Я сразу вас предупреждаю. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Может быть, не надо пока вот этот разговор. Почему? Он полезный. Если нет, то у меня просто времени не тратит на это. Все разговоры полезные. Ты большой свет дай, Володя. Мы говорим о том... Я просто не хочу, чтобы... Я знаю, знаю, что выставка. Так, я хочу сказать. Ян Златоуст говорит. Полезно быть среди больных, среди умирающих и когда судят людей. Вы учитель сам по себе. Слава Богу, я еще не умираю. Еще есть время. Больных посещать. Даже за вас кто-то помолится, уже вам польза. Так, давайте согласие на выставление ролика. Спасибо, Христос. Так, вы согласны, что вы мои... Давайте окрестные знамения. Возражения нет? По поводу? По поводу ролик, что мы записываем. У нас все записывается, выставляется. Чтобы вы знали, что мы... Записывайте. Записывайте. Ладно, записывайте. Записывайте. Я готов вас высушить. Я вот вам задала по почте, по электронный вопрос там. Вот если я крещусь трехперстным знамением, это я что, согрешаю или как? Не согрешаю. Потому что приниканье-то у нас... Не согрешаете. Вот. Вам нужны подробности? Почему? Да, я так понимаю, вот это Святая Троица у нас, правильно? Правильно. Вот это вот. Я вам объясню. А до них она была двуперстия. До Никона. До Никона вот так молились. Да. Князь Владимир крестил, Сергий Радонежский, Антоний, Феодосий Пещерский. Все крестились так. Никон сделал так. Почему? В Греции было и так, и так. А первые христиане молились одним перстом. Одним. Но! Вот когда молятся как? Я вам молюсь Троица. Троица на кресте не умирала. Старобрядцы говорят. А это вот небеса склонились. И поэтому Христос сошел, и на кресте умирал Бога-человек. Умирал человек. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Поэтому и в двуперстии, и в троеперстии есть элемент ереси. Божество бесстрастное. Оно не может страдать. А как правильно? Ну, я объясняю вам, как правильно. Что если мы верим, что Христос родился от Девы Марии и Духа Святого, написано, сеть человек, сын человеческий, он так себя называл, то на кресте умирало только человеческое естество. Божество не могло страдать. И поэтому крест вещественный, на нем вещественное тело. И ему этому телу нанесли пять ран. Две в руки, две в ноги и в ребро. И католики молятся пять пальцев и говорят, ты, сошедший с неба, меня, стоящего на левой стороне, переведи на правую. Вот пять ран относятся только к телу. Это самое правильное. Но мы так не молимся, потому что я православный. Но сказать мы должны. Греха, что вы молитесь, так никакого нет. Так, минуточку сейчас. Просто я вот так... Гляну, подождите. Говори. Кого нужно? Вы не туда попали. Это православные христиане. До свидания. По ошибке бывает заходят. Понятно. Да, вот такой ответ. Вот и хорошо. Просто я вот смотрю, там много... А как вы попали в Москву? А мы с вами в прошлом году общались. Понятно. А как вы попали в Москву, да, центральную еще клинику? А, ну я по страховому полису попала. Интересно. Направили меня. Говори. Да. Меня направили сюда. Ну, сказала дальше-то, что нужно? Вы правильно тогда попали. Что нужно? Ее... Ее нету здесь. Вы Барнаульский или где? 62-81-37. Перезвоните. Пишите быстро. 62-81-37. Отошел. Наши были на благовестии, раздавали визитки, чтобы позвонить можно. Но она, оказывается, правильно поняла. Поняла. Только не то сказала. И у вас что, так трудно? Вы не первый раз лежите? Нет, я уже шестой раз лежу. И почему помощь не идет? Вы же знаете, почему. Ну да. Вы-то знаете. Нет, ну может быть, чего-то, как-то они говорят, недостаток-то в чем? Ну, пока еще, ну это не для общих, не для, не для... Помощь, помощь вам не нужна, только помолиться о вас. Я любопытный, это из-за чего? Чем помочь можно? Может быть, какие-то травы надо? Нет, спаси Господи. У меня есть трое детей, муж, они мне помогают. Да, хорошо. Так, у вас какие еще вопросы? У меня есть это. По Писанию какие вопросы есть? Ну, в принципе, вот все. И еще один вопрос. Почему я вот в интернете читаю, и там, как бы, у меня-то сомнений нет, что вы православный народ, что вы православный люд. А многие вот секта, а потом там, значит, епископ Барнаульский вас покрывает, там, в общем, поддерживает. Ой, я сейчас боюсь неправильно. Евтихий, да, он? Или кто там? У нас сейчас здесь Сергий, Сергий. Иванников фамилия его. Сергий у вас, да? Да, из Московской патриархии. Это Московский патриархат. И как он поддерживает? Кого я не знаю? Да, да, я в курсе. Но это люди-то говорят, сами не понимают. А почему, почему люди... Если мы не православные, а он служит с нами вместе, к нам приезжает, его уже надо выбрасывать. Это правило запрещают. Значит, еще вы умнее нашего епископа, тех, которые пишут там. Это все завистью это делает, зависть сатана. Они под Христа подыскивались. Христос исцеляет Духом Святым, оправдал себя в Духе написано. А они говорили, он силой князя Бесовского Вильзевула. Но еще оправдываться Христос должен был. Он говорит, если сатана разделился, как устоит дом его? Если православие разделилось, оно не устоит. Я вам точно скажу, не устоит. Не устоит. Вот и все. Я 53 года иду этим путем. У меня сколько пришло сектантов, стали православными батюшками Московской патриархии. Я знаю, я смотрю ваши ролики. Ну вот находятся такие люди, которые других в смущение вводят. Потому что как... Я вот подошла к этому священнику задать вопрос. Я его спрашиваю. А вы знаете Игнатия Тихоновича Лапкина? Это миссионер, в общем. Оно проповедник православный. А он сразу мне ответил. Нет, я не знаю и пошел. Ну, только делов. Вы на это не обращайте внимания. Люди разные бывают. Вы, если знаете, как его звать, помолитесь о нем. И на этом тема закрыта. Это его жизнь, а это наша жизнь. Мне за чужой жизнью, за всю жизнь не приходилось смотреть ни одного раза. Мне некогда. У меня дела. У меня поприще. Надо пропаваться. Сорняки в душе надо вырывать. Я когда дома, мне тоже некогда. Ну вот. Так только делов. Я тоже. Я когда дома, я... Брань, говорит, на ворота не висит. Ну тогда у меня вот... А то я как-то смутилась, прочитала про Никона, прочитала о его реформах. И меня вот смутило все-таки. Я думаю, почему? Они, значит, святые там все были, а мы неправильно все делаем. Поэтому я и задала вам вопрос. Я знаю, что вы много читаете, много пишете, что вы посвятили целую жизнь своим книгам. Поэтому я, в общем-то, и обратилась к вам. Я вам отвечаю, что греха в этом никакого нет. Слава Богу. Вы в это только сердце прилагайте. Мы молимся духом. Бог ищет поклонников в духе истины. А это только внешнее проявление. Ну вот мы молимся, совершаем крестное знамение. Я, значит, правильно понимаю. Четки. Я, значит, правильно понимаю, что... Я видела уже у вас это. Вот и все. Да. Да, как? Я уже это видела, поэтому по новой, чтобы не это... Я понимаю, значит, я правильно понимаю. Бог есть истина, любовь и добродетель. Правильно? Правильно. Бог есть свет. Вот хотела задать. Вот есть щит, столб, утверждение истины. Все в нем. Щит, столб. Как в церкви. Церковь его. И она является утверждением истины. А Господь говорит, я есть путь истины и жизни. Евангелие от Яна, 14 глав, 6 стих. Так что нам отпущено, что и мы должны пройти это поприще. Вот я переписываю с одним, он парализованный лежит уже 12 лет. Сергей. Молодой человек был. Ну и случилась авария. И он лежит, у него только одно плечо маленько шевелится. Ни руки, ни ноги, ни тело. Ему ничего не подвластно. А он работает за трех мужиков. И в интернете, и нам помогает. Вот как Господь делает, удивительно. А был бы здоров, он бы носился, где никто не знает. Ну да, да. Все это было от меня. Я читала, что все это было от меня. Я неоднократно был судим. В тюрьмах сидел, за слово Божие. В больницах лежал. Я на стройке работал, там всякое бывает. И благодарю Бога. Это лучшие моменты моей жизни. Слава Богу. Всем бы так понимать это. А как по-другому. Всем бы так понимать. Если я буду ворщать, буду недоволен, мне это не облегчит участь. А у меня всегда на душе весело. Я знаю, мой Бог, мой отец посылает мне лучшее. И он знает, куда меня направить, как меня мять, давить, нашинковывать. Он меня знает. Ой, спасибо вас, Господи. Слава Христу. Я рада была, что я с вами поговорила. А вы вообще живете-то где, в каком городе? Я живу в Новом Уренгое. О, далеко. Город Новый Уренго. Это там, где Обская губа. Это далеко, это на севере. Да, да. У вас там нефть добывают? Да, это очень далеко. Нефть добывают? Добывают и нефть, и газ. Ну, вот и все. Так что вы очень известны по местности. Я неизвестна. Ну, мы, я уже буду уходить на пенсию, и я буду уезжать в город Бугуруслан, Оренбургской области. Там, там на севере же нельзя жить всю жизнь, поэтому... А природные-то там живут все время? Природные все время живут, да. И они, это, ханты, ненцы, они православные. Есть среди них очень много православных. А вот говорят люди, когда на севере работают, стараются больше денег заработать. А потом едут на юг, резко меняют обстановку. У них это очень отрицательно сказывается на здоровье. Да, это правда. Это правда. Сначала стараются больше денег заработать, а потом стараются заработать деньги, чтобы вылечить себя. Потому что не знают, чем лечить еще. Но я-то теперь знаю, чем лечить себя. Я-то знаю. Я-то понимаю теперь. Ну, не теперь, я уже давно это поняла. Слово Божие говорит. Самое дорогое, когда мы осознаем это и благодарим Бога. Это открывает дверь небесной благодати. Когда мы благодарим Бога. Вот я еще не научилась без ропотно болеть. У меня вот этот, конечно, грех, он ропот. Ропот. А почему я, а не другая? А почему? Я же вот, я-то вот такая вот. Я-то вот хорошо жила всю жизнь. Правильно. Вроде как. Ну да. А почему мне вот? А почему не другая? Вот бывает такое. Почему, да. Почему мне? Почему вот он пьет, 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 а ему вот он до 90 лет пьет. А мне вот так. А теперь я поняла, что Господь посылает и тому, кто пьет, Он посылает испытания, чтобы Он все-таки пришел. Он ждет, когда Он придет. Я вам немного просчитаю сейчас. Я сейчас немножко вам просчитаю. Просчитаю немного. Первое послание Петра 4.9. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Значит, ропот не нужен. Послание Иуды 1.16. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим пахотям, нечестивые и беззаконно. Устав произносит их пустые надутые слова. Они оказывают присеприятие для корысти. То есть, это ропотники, это очень отрицательно. Дальше. Послание к филиппийцам 2.14. Все делайте без ропота и сомнения. То есть, болей, страдай без ропота. Все делайте. Это болезнь, это работа. Евреям. 3 глава 8 стих. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Вот так. Дальше. Евреям 3.15. Доколе говорится ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо Израиль роптал и погиб. Вот какая зараза-то. Ропот это сильно не хорошее дело. И вот премудрость Соломона... Я думала, что не может сердце ожесточиться. Ну, надо договорить, смотрите. Я не думала, что сердце, если я рабщу, то оно не может ожесточиться, если оно... Вот так написано, написано. Я никогда не думала об этом. Премудрость Соломона 1.10.11. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота. Бесполезного. И берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещащие уста убивает душу. Вот так. Написано Серахов 46.9. И в одни Моисея он оказал благодеяние он и халеб сына и фонии тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот. Это Иисус Новин. Они утешали, говорили, не надо роптать, довериться надо Богу. Так что хорошо, что вы сказали. Вот с сегодняшнего дня, чтобы у вас ропота не было. Нигде, никак. Ропот делает человека противным и Богу и людям. Мы ходили посещали, здесь есть дом инвалидов, больные там разные-разные. И вот есть которые верующие, больные. Они недвижимы, ничего, даже рот закрыть не могут, проталкивают туда. Но они Бога благодарят. И за ними нянечки ухаживают лучше. А другие злятся, там, ну что, я болею, там, и на них. А их к стиме как попало и обращаются. Притом от ропота никакой пользы нету, кроме того, что ты делаешься неблагодарным Богу. Что бы ни было, Господи, удержи язык мой от зла и уста от лукавых речей. Ропот. На что ропот? Без воли Божьей волос с головы не упадет, тем более больной орган какой-то. Без воли Божьей никак. Он мертвых воскрешает, тем более он может исцелить болящего. Он может. Он поднимет. Я лежал в больнице на тяжелых операциях, на позвоночнике, строитель, на стройке от тяжести. И я знаю, как это тяжело. И врачи заходят и говорят, вот выздоравливает у нас только один, и на меня показывает. А вы какие были, такие остаетесь. Почему? А они, во-первых, ропщат, курят, да еще и выпивают. А мне после операции три дня прошло. Я уже записался, меня повели в тренажерный зал. И я там стараюсь шевелиться, все, что нужно, какие-то движения делать. Прошло маленькое время, я уже выписался. Конечно, друзья, братья берегут. Нельзя там больше пяти килограмм поднимать. Нельзя сидеть, а только лежать или стоять. И вот все прошло, и я хожу нормально. Понятно. Дай Бог вам здоровья. Ну. Так что... Дай Бог вам здоровья. Спаси, Христос. Здоровья, видите, как Бог дает. Я когда бываю на благовестии, когда бываю, ну и вот так встречаюсь, бабушки больные. Я говорю, а что ты болеешь-то? Ну вот он болеет, я не могу. Я понимаю, раздавленный, больной, парализованный. Ну где-то там рука заболела, зуб заболел. Что лежать-то? А вы не болеете? Я говорю, я никогда не болею. Я еще ни одной таблетки не съел за всю жизнь. Ни одной. И в больнице лежал, категорически против. Я даже просил, чтобы операцию делали без обезболивания. Я говорю, хочу пострадать, как мой Господь. Но, однако, они сделали обезболивание. Говорит, нельзя. Мышцы сами начнут сокращаться. От вас это не зависит. От болезни. И правда, Господь так хранит. А что болит, так это нормально. Я говорю, организм отмирает. Мне 76-й год, что спрашивать-то? Да, мой папа тоже до 81-го года ни одной таблетки не выпил. Ни одной таблетки. Я говорю, папа, голова болит, не пей таблетку. А он мне отвечает. Моя таблетка, Господь Иисус Христос. Ну-ка, смотри, я сейчас покажу. Все, да? Это что такое? Вот вам видно, нет? Видно, голубь. Голубь у меня. Голубок какой. Он у меня в комнате живет. Какая? Вот, порадуйтесь на него, глядя. Видишь, какой он? Я сейчас покажу, как крылышки у него машут. Ну-ка, давай-ка я тебя за ножки возьму. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Вот он, я его отпускаю. Вот он, подожди. Красота. Вот он сидит отдельно. Вот он. Он у меня вывелся здесь. А вы его запустите на благовещение. Нет, так он дома. У меня три голубятни. Вот он. Смотри. Ясно. У меня три голубятни. Я голубятник. Ну вот, порадуйся, посмотри. Он здесь белый-белый, да? Да, он белый, а от отца у него маленько... Он белый-белый здесь, да? Да, у него маленько на шее от отца и хвостик. Вот он какой, вот он какой. Ну-ка, давай. Он как любят семечки. Ой, какой. Ну-ка, ну-ка, давай, выйди весь отсюда. Давай. Вот. Это я для вас, чтобы порадовать вас. Спасибо. Спасибо, Христос. Ну-ка. Вот. Вам слышно? Да. Да, мне и так слышно было. О, он какой. Ой, недоволен. Он недоволен. Все хочет, чтобы вы ее отпустили. Так он кулеет руку, смотри. У вас и кошечка беленькая, да? Да, две... Как руку клюет. Ты что делаешь, а? Он молоденький. Ему два месяца всего только. Ой. Да? Да. Вот он клюет меня. Ой-ой-ой, да больно клюет. Вот что делает, а? Ты что делаешь? Вот видите, какая у вас жизнь хорошая. Вот Володя, который снимает. Володя, покажись-ка поближе. Вот, запустись. Вот, миром. С миром, премьер. Ну, ладно, вот он, ишь ты какой. Ну, ладно, ладно, ладно. Ой-ой-ой. Что ты, мой хороший? Слышу тебя, слышу. Вот так его послушали. Держи. Ладно. Хорошо варкуешь. Ешь. Ешь, давай. Надо же, а радость приносит, да? Я из комнаты в комнату хожу, он за мной как кошка летает. Недоволен сейчас. Наверное, не любит аппаратуру. Ну, видно, что-то не нравится. Вот я ему подношу это, а он смотри, что делает. У-у-у. Ну-ка. Давай. Ну, ладно. Ну-ка, давай. Вот порадовали меня. Ага, вот он. Порадовали. На этом плече сидит. Вот он. Видно его? Ах, какой красавец. Видно. Красивый, красивый. Они в воздухе летят и через голову переворачивают. А турманы называются. Вот так. Вот видите, хорошо мы встретились. Это ваши минуты радости. Это благотворно влияет на болезнь, на организм. Не унывайте. Это хорошо. Я рада, что я с вами встретилась. Ну-вот. Через год почти. Я же домой приезжаю некогда. Некогда. Дети, внуки, пока всем не уделишь внимания, не будешь свободен. А уделять внимание надо всем. У вас с собой что, планшет есть? Ноутбук? Нет, у меня макбук. Он какой еще? Ну, мой как ноутбук, да. Ноутбук. Такой вот. Так вы на нашем сайте, на форуме бываете, нет? Я зашла туда, начала регистрироваться, а там какие-то стали мне нелепые вопросы задавать. И я ушла с этого сайта. Какой-то СИП, такой знак там. И дальше вот продолжение. Я, наверное, не туда за... Не туда, на сайте, на форуме у нас можете не регистрироваться. Там огромный-огромный материал. Если у вас там бывают родственники, вы попросите на нашем сайте, моим голосом, 50 книг начитаны. Это Библия, Архипелагула. А вот это я видела, да. 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых. И Жития Святых будете слушать и радоваться. Вот так. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович. Ну, не смею вас больше задерживать. У вас, наверное, очень много дел и людей, которые вас ждут. Ну, эти это спрашивают. Вот ангелы-хранители вам. И вам тоже доброго здоровья. Возвращения домой. И спасти, главное, душу. Душу спасти. Крепко держитесь, святой православной веры. Постарались. Да. Святой православной веры крепко держитесь. Потому что много соблазна, пьересей разных. Ну, я вам еще буду... Позвоню или напишу так же, чтобы мы с вами встретились. А если будут вопросы другие, то недели через две, вот в это время можете зайти. Хорошо. Все, хорошо. Спасибо, Господи. Восславия Божьего, до свидания. Храни вас Богом. Ангелы-хранители. Вам так же. Слава Христу. Видите, как хорошо. Отсвечаетесь. Да. Он полетел. Пока-пока. Улетел. Гвалов-то улетел. Попокажи, где он. Вот так. Надо ее принять. Надо ее принять. Так. Продолжение следует...